Приветствую вас, Ирина. Очень хорошо, что вы написали свое имя. Вот. Я люблю обращаться по имени к людям, которые, ну, задают вопросы. Ответ на ваш вопрос, как это исправно, кроется в том, что вы назвали свой вопрос банальным. Вот именно в этом кроется ответ на ваш вопрос. Потому что ваш вопрос не является банальным. Ни один вопрос не является банальным. И в том, что вы посчитали свой вопрос банальным. Мне видится некое обесценивание себя, некое обесценивание того, что вам важно, некое обесценивание того, что вас волнует. Вот. Некие, может быть, стычки, может быть, стеснение. Вот. И, соответственно, начинать нужно именно с этого, с того, чтобы определить, почему вы считаете свой вопрос банальным. Вот. И да, может быть, может быть, вас беспокоит, дождь беспокоит других людей. А это правда. Но, что ваш вопрос банальный. Я так не думаю. Потому что банальные вещи, они не беспокоят людей. Так, первое, на что нужно обратить внимание, это на то, почему вы считаете, что ваш вопрос банальный. Дальше. Как научиться жить с удовольствием? Ищите вы. Я думаю. Я думаю, что речь идет о таком проявлении внутренней свободы. Если угодно. То есть, речь идет именно о том, чувствуете ли вы, что у вас есть вот это вот ощущение внутренней свободы. Это ощущение, что вы свободны в своих высказываниях, в своих желаниях, в своих потребностях. Вот. Знаете? Какая штука. То есть, если вы это чувствуете, если вы это ощущаете, то, ну, в таком случае, вы будете жить с удовольствием. Ну, к сожалению, без удовольствия. Вот. То есть, речь по большому счету идет именно о том, чтобы жить вот именно в контексте, именно в контексте определенной внутренней свободы, определенной внутренней гармонии, я бы сказал. Вот. Ну, это вот то, как я вижу эту ситуацию. По крайней мере. Вот. Что такое удовольствие вообще, да? Что такое удовольствие? Что это такое удовольствие? Удовольствие начинает из себя именно, вот, определенное ощущение, что то, что я делаю, соответствует моим стремлениям, моим желаниям, да, вот, моим ценностям, вероятно. И, соответственно, соответственно, на это вам нужно обратить свое внимание, самое пристальное внимание. Потому что, пока что вы, ну, в этом направлении, вы не двигаетесь. Не двигаетесь. Не двигаетесь. Дальше. Следующий момент. Работать над собой, своей внешностью, ходить в спортсмен, инвестировать и на работу, подумать и радоваться. Ну, вообще, неплохо, неплохо было бы понять, что вы подразумеваете после работы над собой. Ибо работа над собой, она бывает разная. И не всякая работа над собой является приятной, свободной и той тем, точнее, тем, что вы хотите. Но здесь, простите, нужно уточнить. Обязательно. Что вы имеете в виду. Вот. 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 Самое, что, если вы работаете над собой, среди силы, то, само собой, ничего хорошего. У вас не получится. Вот. Просто, потому что это будет именно через силу. Вот. И в какое-то действие. Дальше. Может. Ходить в спортзал, вести рутинную работу, то же самое. То есть. Если. 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 Вы. Делаете это. Все. В соответствии. В соответствии. В соответствии с тем, что вам. Хочется. чтобы делать FIRST, например. Если заставить силы, например, это одно. То. Это одно. Если вы все это делаете через силы. Ну, это. Это одно. Ну, это. Это одно. Это одно. И нет ничего удивительного. В том, что вам, ну, не будет хочется. Собственно. заниматься вот чем-то. На мой взгляд, ну, абсолютно это нормальная история, что человек пытается избежать того, что меня подошло. Это, мне кажется, абсолютно нормально. Поэтому, здесь, ну, вопрос, скорее, к вам, насколько вы хотите все это делать, насколько вам хочется всем этим заниматься. И если вы не хотите этим заниматься, например, ходить под зал, то зачем вы тогда это делаете, если вам этого не хочется. То есть, по сути, вы предлагаетесь полюбить то, что вам не нравится. Вот. Это крайне неблагодарная, на мой взгляд, работа, потому что любительное, сильное, то, что человеку не нравится, это странно. Это вообще про, опять же, обесценивание, на мой взгляд, того, что человеку важно. Вот. Поэтому, здесь, мне кажется, основная проблема не в том, чтобы начать получать удовольствие, а в том, чтобы выбрать то, что для вас важно и то, что для вас цены. Вот. А дальше вы говорите про интернет. Вы пишите, что «Санч терпил энергию на сайтах, мамах, летах, знакомствах, только они выкачали энергию у меня». Да. Вот. Интересно, почему вы, условно говоря, начали в интернете? Как-то вот проводят время, там. То есть, ну, по какой причине вы, там, стали пребывать? На мой взгляд, это важно. Что у нас всё. Интернет – это избегание. Интернет – это проявление страха перед некой такой реальной формой общения, реальной формой взаимодействия. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы для себя это определили. Да. То есть, вот вы говорите, что я черпал энергию на, ну, в интернете, грубо говоря. Вот. А в итоге он выкачал эту энергию из меня. Вот. Ну, как это стало возможным для, в результате чего это стало возможно, для вас, что выкачал, выкачал из вас интернет всю энергию. Вот. Что там, что, что там произошло и прочее. Всё это нужно разобрать. Как разобрать, то, как вы, собственно, пришли к тому, чтобы, чтобы быть в интернете. Ну, бывать в интернете. И черпать оттуда энергию. Вот. Дальше. На любимом форуме я клавитал и забанил. И как мне опереться на себя? А всё это, всё это время в моей жизни, в мой интернет, сейчас мир оброчится. Ирину. Ирина. Ну, вы понимаете, здесь опора на себя, это опора на свои чувства, на принятие из-за данных. Поскольку, сейчас ситуация такова, что вы даже вот свой вопрос задаёте, в некоторой степени, в обеспечении вы ещё. ключе, там, что-то вы говорите просто, что мой вопрос банальный, вот, то я полагаю, что вот именно обеспечивание это то, на что нужно вам обратить свое внимание. Самое интересное, вот. Ну, если вы себя присоедините обесценивать, если вы будете себя принимать, вы научите себя принимать, если вы уберете все препятствия, которые у вас имеются на пути к принятию себя и своих чувств, например, то ситуация будет гораздо лучше. Это не то, что я могу вам сказать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали! Поехали!